Итак, друзья, мы продолжаем наш ежедневный эфир, бизнес-канал на Финам.ФМ. Теперь время бизнес-класса, программа, в которой мы встречаемся с российскими предпринимательными, бизнесменами и разговариваем о нашей нелегкой планиде, о нашей нелегкой судьбе. Значит, тема сегодняшняя достаточно забавная, мне показалась, ну или как минимум, тема достаточно важная, может быть, название такое специфическое. Мы будем говорить сегодня на тему бережливого производства. Причем вот эти два слова, я их для себя опять подчеркну, и мои гости сегодня, я попрошу их прокомментировать, насколько производство может быть бережливым в принципе. Так вот, мы будем говорить о том, что бережливое производство – это инструмент повышения эффективности предприятия. Значит, представляю гостей. В студии сегодня Илья Гаранкин, начальник отдела развития производственной системы завода «Салют». Добрый день, Илья. Добрый день. И в студии Александр Маслов, директор департамента поддержки предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты. Добрый день, Александр. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе. Для этого есть телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Ну, в общем, приготовление все. Давайте начнем беседу. Ну и, если позволить, уважаемые гости, давайте начнем как раз с определения. Илья, что такое бережливое производство? Как ты это тебе представляешь? Ну или как это представлять должен наш слушатель? Ну, термин бережливое производство, это по-английски звучит lean production, что означает тощий, тонкий, да, то есть, понятно из этого, что это срезать все лишнее и оставить какую-то основу. То есть, термин бережливое производство подразумевает собой, чтобы убрать основные виды потерь с производства. Это перепроизводство, дефекты, лишние передвижения, перемещение материалов, запасы, излишняя обработка и ожидание. Это те моменты, которые не придают ценности продукту. То есть, в принципе, как клиент мне вот все равно, как вот был сделан вот этот, предположим, стакан, да, то есть, мне интересно на самом стекло, что я могу из него пить, но какие были для этого сделаны приготовления? Подожди, а мне как клиенту не все равно, потому что, я так подразумеваю, может быть, это не так, поправьте меня, я подразумеваю, что если это небережливый стакан, то он дешевый, а если он бережливый, то он дороже будет стоить, как клиента, а внешне они ничем не отличаются. Но, предположим, если стакан будет небережливый или бережливый, вот готовы ли вы платить за то, что коробку со стаканом носили, ну, 3-4 километра, и на это затратили вы свои деньги, то есть он, предположим, стоит... Я не готов, конечно, но мне-то об этом не расскажут, кто там его носил, куда я его носил. Ну вот, и с точки зрения производителя подразумевается, что вот эти вот лишние перемещения мы убираем, и этих перемещений нет у нас совершенно, и, соответственно, мы можем даже с точки зрения производителя продавать по той же самой цене, но снизить издержки свои. Да, то есть это экономия затрат. То есть я, да, вот это экономия затрат на этапе производства, да, то есть я на ценнике могу и не увидеть никаким образом, да, эту экономию. Но если у нас производитель не клиента-ориентированный, конечно, клиент просто увеличивает свою маржу, да, продает по той же рыночной цене, и слава богу. Ну, в основном именно бережливое производство — это философия, и вот эта философия, она клиента-ориентированная, то есть мы хотим полностью удовлетворить наших клиентов, наших заказчиков. Здорово. Насчет философии. Александр, вы как представитель Московской торгово-промышленной палаты, ну, философия в среде бизнесменов, насколько часто встречающиеся явления? Бизнесмен-философ, это я вот даже себе не могу сейчас представить, честно говоря. Ну, дело в том, что да, тут действительно есть и философские аспекты этой проблемы. Вообще, надо сказать, когда сталкиваешься с этими людьми, мы там в значительной степени выступали оператором этого проекта, а не экспертами, то создаются ощущения, ну, если не философского кружка, то некой секты такой. В хорошем смысле слова. Да, в хорошем смысле это слово, то есть люди с горящими глазами, искренние, которые хотят сделать дело, сделать нашу жизнь, может быть, более эффективной, более конкурентной. То есть они не преследуют, еще раз говорю, Илья, извини, да, собственно, не о тебе конкретно речь, они не преследуют именно жажду наживы, они таким образом сокращают свои расходы и могут подороже продать, или наоборот, вот как мы говорили, увеличите маржу. Вы знаете, здесь, особенно в нашей ситуации, речь идет не только не идет о жажде наживы, а речь фактически идет о выживании, о выживании нашего производства, нашей промышленности и так далее. И вот кроме того, чего коснулся Илья, то есть снижение издержек, в целом это, в общем, вся эта система, если хотите, философия, она направлена на некую оптимизацию всего процесса, включая человеческий фактор, технологический и так далее. И именно с ориентацией на конечный продукт и создание оптимальной цепочки производственных взаимоотношений, человеческих, вот, для создания именно оптимального продукта с минимальными издержками, соответственно, по адекватной цене. Вот, особенно это актуально сейчас, когда мы вступили в ВТО, и реально наши предприятия существуют в рамках традиционной производственной системы, общей организации производства, организации человеческих взаимоотношений на предприятиях. А к нам пришли люди, которые десятилетиями выстраивали и оптимизировали все эти отношения. И мы видим реально, что при лучшем качестве у них цены ниже, особенно это касается машиностроения. И фактически сейчас это, пожалуй, самый эффективный инструмент для выживания наших предприятий, потому что он не требует огромных капиталов вложений. Да, он достаточно дает быстрый эффект. Вот, если мы возьмем пример КамАЗа, который до своего сотрудничества с Daimler-Benz начали у себя вводить, они с 2006 года, в общем-то, вводить элементы бережливые. Даже вот бережливые, это, ну, это устоявшийся термин, но слово бережливые несколько бытовое такое, поэтому иногда вызывает улыбку и даже какое-то отторжение. Есть еще один вариант перевода, который там, может быть, более соответствует, это рачительное производство. Вот. И они, в общем, давно озаботились о том, они понимали, тем более КамАЗ, он работает на международных рынках, что без этого они не смогут дальше существовать. И вот я приведу простой пример, за вот эти с 2006 года они потратили на реализацию производственной системы КамАЗ, как у них все это называется, 145 миллионов рублей. Казалось бы, это очень много. Ну, с чем сравнивать-то? Да, но эффекты экономические, которые они получили, 20 миллиардов. Вау. То есть они потратили меньше одного процента от полученного эффекта. Вот. При этом это не только даже финансовый эффект, они кратно сократили число отказов, дефектов и так далее, что, естественно, сказывается на марке. На имидже, да? Да, на имидже, на возможности работать на конкурентных рынках и так далее. Причем они признают, что даже в начале освоения этой системы, те вложения, которые вкладывались, они, ну, в общем, практически моментально окупались многократно. Дорого. Дорого. Ну, Илья, смотри, можно, да, еще раз мы на это сделаем акцент. Можно говорить, что вот этот рачительный или бережливый производство, это, прежде всего, действительно способ повысить эффективность этого самого производства, эффективность предприятия. Ну, и опять-таки, учитывая то, о чем рассказал Александр, мотивируется в нынешние времена, по крайней мере, это предприятие не стремлением побольше заработать, да, а вот банально стремлением выжить, да, на этом самом жестко конкурентном рынке. Ну, конечно, это один из моментов, это снизить издержки, но, во-вторых, это в настоящее время требования заказчиков. Предположим, я работаю в области двигателестроения, да, и вот в большой кооперации с французскими компаниями, это фирма Snack, мы в нашей отрасли работаем, да, и у них одно из требований, чтобы комплектующие детали были сделаны как раз бережливо, да, то есть они, чтобы видели процесс, как это все осчисляется. Они не готовы платить лишние деньги за какое-то, за перепроизводство. То есть они, в буквальном смысле слова, следят за тем, как это делается. Следят, да, то есть есть работа с клиентами, с поставщиками идет, очень такая тесная, тесный контакт. Да, главное. То есть им не важен именно конечный результат, ну, опять к стакану, если вернуться, чтобы был, да, качественно сделан просто этот самый продукт и устроил нас по цене. Мне еще важно посмотреть, как его делали. Конечно, потому что мы работаем в сфере высоких технологий, то есть сложный технологический процесс, сложное оборудование, да, и то есть какой-то малейший, допустим, полученный дефект, это может оказаться причиной сотни погубленных жизней, да, то есть это двигатель, это сердце самолета, да, если самолет откажет, упадет, что может произойти. То есть следят за качеством и за процессом, соответственно. Понятно, понятно. Александр, вот настолько рачительно, но это, я бы сказал так, свойство иностранцев, французов или, в принципе, наша ментальность тоже на этот уровень выходит. Я прошу прощения, ответить не успеем мы на этот вопрос. Давайте сделаем это после новостей. Сейчас послушаем новости на Финам.ФМ. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Илья Гаранкин, начальник отдела развития производственной системы завода «Салют» и Александр Маслов, директор департамента поддержки предпринимательства Московской торговой и промышленной палаты. Мы говорим на тему бережливого производства, как инструмента повышения эффективности предприятия. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Что ж, продолжим эфир. Александр, мы прервались на новости и очень хотелось бы услышать, тем не менее, ответ на вопрос. Илья привел пример случаев с французами. Ну, французы такие тонкие ребята, европейцы. А как россияне к этому относятся? Нужно ему это, не нужно? Ну, французы, так же, как, в общем, и Европа, и Азия, давно уже живут в очень конкурентной среде. И, как сказал... То есть, опять мы говорим, что это главный мотиватор, что называется. Да, это главный мотиватор, как сказал классик, один из основоположников этой системы. Вы не обязаны внедрять принципы бережливого производства так же, как не обязаны выживать. Да. Не хотите выживать, не внедряйте. Не хотите выживать, не внедряйте. Совершенно верно. Поэтому, если мы сейчас хотим, там, не стать сырьевым придатком всего остального мира, а хотим с ним работать на равных, а это, кроме того, и стратегические вопросы безопасности и существования государства, то это процесс неизбежный. И, как я уже сказал, он в наименьшей степени требует каких-то фундаментальных вложений. Поэтому, если мы хотим работать в открытую, а мы это продекларировали и, более того, подтвердили вступлением в ВТО, значит, мы просто без этого никогда не обойдемся. Вопрос только, кто из руководителей быстрее это поймет и будет внедрять, а кто позже. И как он, в каком качестве будет то предприятие, которым он руководит, либо та отрасль, которая руководит. Ну, давайте вот проследим, поговорим о том, как действительно эта идея, да, сверху, видимо, будет плавно, плавно, а может быть и резко, да, попадать в умы сначала руководства, а потом, естественно, в умы тех, собственно, людей, которые производство это создают. Ну, во-первых, об инициативе Московской торгово-промышленной палаты. Александр, расскажите, пожалуйста, да, потому что в какой-то степени вы сейчас, да, стоите во главе. Ну, мы стоим как, действительно, как операторы, как некие исполнители государственного заказа. Заказ является, там, заказ осуществило правительство Москвы. Фактически нам выпал в какой-то степени уникальный шанс, потому что с приходом нового мэра пришла новая команда. Причем команда нетрадиционно чиновническая. Такие люди, как Андрей Шаронов, бывший заместитель Собянина, и Алексей Комиссаров, министр, руководитель Департамента науки и промышленности, это люди из бизнеса, люди абсолютно состоявшиеся, люди самодостаточные, которым не надо решить там свои материальные проблемы или проблемы карьерного роста. Они просто увидели в этом, ну, некую новую возможность для самореализации, для реализации на реальной площадке своих мыслей, идей и так далее. И когда, в общем-то, это направление было обозначено, то мы получили полную поддержку с их стороны, мы занимались конкретизацией уже этого проекта, и этот проект был с небольшим опозданием, но запущен. Что входило в этот проект? Это обучение руководящей состава, ну, либо, вот, как Алексей, непосредственно руководителей подразделений, которые должны заниматься внедрением их систем. Полноценное обучение, то есть семинар длился 9 часов, было проведено 5 таких семинаров, больше 100 человек, если не ошибаюсь, 52 предприятий, причем по условиям контракта это были крупные предприятия, с оборотом не меньше миллиарда рублей. Мы прошли на площадке Московской торговой палаты обучение. На втором этапе прошли, должен сказать, заинтересованно, мы получили очень благожелательные отклики. Эти люди, эти руководители, они оказались на семинаре, потому что им сверху сказали, ребята, надо, или у них есть собственное понимание, которое, что очень важно, согласитесь? Нет, им никто, извините, никто не говорил надо, эта задача была перед нами привлечь людей на эти занятия. И мы фактически, ну, взяв некую базу предприятий, мы обзванивали конкретные предприятия, конкретных руководителей, никто их не принуждал, никаких директивных команд не было, поэтому значительной степени... Вы обзванивали и выходили с предложением каким-то, их же нужно заинтересовать. Они высылали, естественно, программы, высылали какие-то начальные материалы информационные. И те люди, которые пришли, это были либо те, кто с нами поговорил и заинтересовался, либо те, кого направили заинтересованные руководители. Потому что, еще раз подчеркнем, если нет заинтересованности, это все бесполезно, абсолютно бесполезно. Вот, кстати, Илья, с точки зрения заинтересованности, вот, на твой взгляд, ты непосредственно этим делом занимаешься, чем можно заинтересовать руководителя? Потому что, мне так кажется, да, хотя, может быть, я в нескольком смысле далек от этого, ну, вот, затевается что-то новое, причем именно в буквальном смысле новое, еще не проверенное, не опробанное. Меня приглашают оторваться от моих сиюминутных дел на это. Девять часов длится семинар, боже мой. Нет, ребят, давайте без меня. Чем заинтересовать-то? Но основное, чем можно заинтересовать, это руководителю показать ту финансовую выгоду, которую он получит благодаря этому, да? Ну, ты как ее покажешь? На цифрах ты... Ну, самое простое, это показать, конечно, примеры других предприятий, успешных предприятий в России много. Вот, Дерипаска занимался в свое время, вот, в Базле, в Русале, да, огромные, огромные экономические эффекты, прибыль они получили, то есть и за счет сокращения площадей, и за счет снижения издержек, ну, в общем, здесь все нормально у них было. И второе, как можно показать, это все-таки дать людям поучаствовать в этом процессе. То есть основной момент, это не дать посмотреть, послушать, да, а дать людям пощупать, как говорится, руками. То есть как у нас на производстве это все делается? Все обучающие программы, они проходят не в формате лекций, семинаров, а в формате деловых игр, когда даже, предположим, не руководитель, а вот обычный рабочий, как ему показать, что вот ему это принесет какую-то пользу? То есть показать, как грамотно организовать свое рабочее место, и что он сможет быстрее и качественнее делать свою работу, да, и что ему будет комфортнее и удобнее работать. То же самое можно и руководителю. На простых тренажерах, на каких-то имитационных играх показать, что прибыли у него будет больше, то есть на базе диаграмм, графиков и так далее. И он действительно тогда заинтересуется, а просто если голословно заявлять, вот инструменты такие или другие, ну, он не воспримет. Согласен. Даже если пример из Франции, да, привести, вот, а вы знаете, а у французов почему так хорошо живут? Потому что вон у них что? Ну, а что тут? Наш человек, можно сказать, у них менталитет другой. Да, именно так и скажет. Ну, это Франция, потому что, а у нас Россия, у нас своя история. По этому поводу есть такая достаточно распространенная шутка, что каким образом на наших там предприятиях, ну, например, там, машиностроительную внедрить, там, производственную систему Toyota. Ответ, привезти 20 тысяч японцев. Да, да, они совершенно верно. Они все внедрят, это нормально. Вот, но думаю, что это шутка, а нам надо серьезным делом заниматься. Все правильно, все правильно. Ну, так вот вернемся непосредственно к этой, ну, непростой задаче, да, когда вы, так сказать, вот эту идею внедряли в массы, что называется, да, вот все, о чем говорил Илья, действительно, вы готовили какие-то, я не знаю, наглядные пособия, действительно, вы конкретные примеры готовили, Александр. Ну, как я сказал, первый этап это было обучение, которое прошло очень успешно. Вторым этапом этой программы был так называемый экспресс-аудит по принципам бережливого производства. Это оценка состояния предприятия и рекомендации по внедрению методов бережливого производства на данном предприятии. В этой программе участвовало 10 предприятий из тех, которые, ну, специалисты, которых либо руководители проходили эти семинары и которые сами изъявили желание в этой программе участвовать. Здесь была собственная инициатива, да, и в эту десятку попали те, кто захотел. Да, те, кто захотел. Собственно говоря, вот у нас было четыре этапа, вот это был второй этап этой программы. Точнее говоря, не было, а в целом программа состоит в тысячи трех этапах. Ну, должен сказать, что у нас на прошлой неделе была встреча в правительстве Москвы, где как раз представители всех этих предприятий присутствовали, представители руководства этих предприятий. И негативных отзывов не было, все однозначно высказались за положительный эффект этого этапа и о дальнейшей необходимости развития этой программы, ее расширения, перехода на новый, на качественный уровень, чтобы не только аудит, не только какие-то рекомендации, а создать систему поддержки реализации всех этих мер, именно уже внедрения на конкретных производственных площадках самих методов, при, естественно, государственной поддержке, федеральной, муниципальной и так далее. То есть к этому моменту мы можем говорить о том, что это всего лишь, ну, такое желание, да, желание, иногда, может быть, его действительно можно руками потрогать, а теперь нужны уже непосредственно действия. Это не столько желание, сколько начальный импульс. Александр, прервемся, у нас сейчас рубрика «Вне времени», послушаем, потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем бережливое производство как инструмент повышения эффективности предприятий. У меня в гостях Илья Гаранкин, начальник отдела развития производственной системы завода «Салют» и Александр Маслов, директор департамента поддержки предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты. Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, продолжим нашу беседу, Александр. Два этапа мы с вами назвали. Есть еще третий и четвертый. Они еще не опробованы, я так понимаю. Сейчас я расскажу. Ну, мы закончили тем, что это было некое там или желание, или как вы выразились, не помню точно. Вот, я сказал, что это был совершенно необходимый начальный толчок для того, чтобы эта система, ну, вошла и в умы, и в практику. В частности, руководители предприятия приведу там такой немножко комический случай, что с одним из высокопоставленных руководителей, когда мы ему показали программу семинара, а один из перечислений инструментария, принципов, то там в системе был, в этом перечне было написано «Система 5С», ну, это сортируйте, стандартизируйте, совершенствуйте и так далее. А что он сказал, что вы мне, это не семинар, это профанация, я систему 1С месяц учил, имею в виду известную бухгалтерскую программу. Я понимаю, да. Это большой начальник, руководитель? Высокий, да. Вот, то есть таким образом я хочу проиллюстрировать, какой у нас информационный провал и вакуум в этой области. И, естественно, начальный этап совершенно необходимый был, это, ну, некое начальное знакомство и далее, чтобы руководитель увидел со стороны, глазами специалиста, через призму инструментов бережливого производства, увидел ситуацию на собственном заводе. Я знакомился с рекомендациями. Вот, это был очень важный этап. Третьим этапом был, так называемый, углубленный анализ. Он был выполнен, ну, точнее говоря, планировался на двух предприятиях, но в силу разных обстоятельствах сейчас мы добавили третье предприятие. Это, я, единственное, извините, прерву, я вспоминаю, да, сначала это был на первом этапе семинар, да, для большого количества руководителей. Потом эта цифра сузилась до десяти. Эспрессо-аудит до десяти. Да, теперь из этих десяти только трое, да, попали в три? Мы добавили еще, ну, три предприятия фактически добавили. Работа на двух предприятиях завершена. На третьем выполнен вот как раз на этой неделе первый этап. Это знакомство системы, создание рабочих групп. Очень важно, что в этом процессе на предприятии создается рабочая группа, которая первые три дня знакомится с методикой, с инструментариями. Это энтузиасты или это опять назначенцы? По-разному. Есть предприятия, где уже люди, ну, по крайней мере, слышали, люди заинтересованы и готовы, да. Есть, вот так, как на последнем предприятии, когда руководство реально заинтересовано изменить ситуацию, то я не видел, я сам просто в начальном этапе стараюсь присутствовать, не видел блеска в глазах там у людей, которые включили в рабочую группу. Ну, очевидно, да, потому что им приказали, ну, вот, что-то еще непонятно. А там, причем, там чем-то надо заниматься, боже мой. Ну, они живут в их понимании нормально. Конечно, ничего нам особо и не нужно. А тут дополнительная нагрузка, причем это делается с отрывом от основных производственных обязанностей. Тем более. Кстати, отсутствие, Илья, отсутствие блеска в глазах, да, ну, мы такую метафору с вами возьмем, но тем не менее отсутствие мотивации какой-то. Ну, и в конечном итоге может повредить, да, вот этому благому делу. Ну, не то, что повредить, просто ни к чему не приведет к хорошему. То есть люди, можно сказать, устроят итальянскую забастовку, будут так между делом заниматься, писать бумаги, отписываться, но к реальному эффекту никакого не приведет. То есть действительно должен быть какой-то инициативный человек, у которого будет блеск в глазах, который будет воодушевлять, то есть должны быть агенты перемен, лидер должен быть этого процесса, да. И вот хорошо и с лидером будет непосредственно генеральный директор, управляющий директор, который будет, с одной стороны, административным давлением, с другой стороны, именно... Собственным примером. Собственным примером вдохновлять людей, и тогда это пойдет, да. То есть можно выстроить будет такую некую сетевую структуру, как МММ, да. То есть один, за ним там два директора под директорами, средние руководители под ним линейные и так далее. Пример нехороший ты привел, Влад? Ну нет, но... Я понимаю. Лучше египетскую пирамиду. Лучше египетскую. Сетевом маркетинге. Сетевом маркетинге, да. Ну как вовлекается, быстро туда народ, то же самое и там. Я понял тебя. Ну а все-таки в этом проблема, наверное, да? Потому что, ну идеальный, вот да, хорошо бы это, был бы генеральный директор. Ну не везде такие генеральные директора, наверное. Как быть-то? Ну совершенно точно. Вот в частности мы столкнулись с ситуацией, когда собственник хочет все эти работы выполнить. И таким образом понять, как функционируют предприятия, где его недостатки. А руководство не всегда этого хочет, потому что у них есть как бы свои там скелеты в шкафах и так далее. Но, к сожалению, ситуация такова, что без вовлечения, я бы даже сказал, не только руководства, а всего коллектива в этот процесс невозможно достичь реальных результатов. Да, это, мне видится такая сложно решаемая проблема все-таки, Илья, как ты считаешь? Ну конечно, сложно решаемая. Во-первых, то, что руководство должно быть заинтересовано. Надо еще и сам персонал заинтересовать, который будет проводить эти изменения, который будет все это внедрять. Давайте представим, руководство это все-таки единичная некая идея. Дай бог, что руководители у нас в большинстве случаев будут понимать это, они будут этот блеск в глазах иметь. А дальше с персоналом, там уже много народу. Как работать с персоналом, чтобы он тоже эту идею поддерживал, Илья? Здесь уже комплексная работа нужна не только непосредственно внедрение инструментов бережливого производства, то есть обучение вот этим принципам, здесь непосредственно и процесс адаптации, то есть когда человек пришел на предприятие, то есть у вас знакомить, рассказать основные цели и задачи, как принято стратегию, показать ему предприятие, куда двигаться. Дальше это с тем наставничество обучения персоналу, то есть вот эти все процессы, они должны быть пронизаны бережливым производством. Если этого не будет, то система будет хромать, и очень долго будет процесс внедрения. Вот так на предприятии у нас пытались поэлементно. В общем, два захода уже было, и вот мы сейчас у нас третий, но он хорошо уже идет, но потому что были первые два неудачных, очень сильное отторжение у людей присутствует. Оторжение именно с этой точки зрения, да? У нас все хорошо, не надо нам вот это... Нет, даже не только с той точки зрения, что у нас все хорошо, это все было давно, а что уже просто слышат бережливое производство, это сам термин вызывает отторжение, то есть вот даже вот такое вот. Ну смотри, у вас поскольку было два, условно говоря, неудачных примера, именно поэтому термин такой негативный подтекст. Да, но помимо того, что едва захода, и вообще что-то новое воспринимается отрицательно, пока ты не попробовал, не пощупал, не посмотрел, да, и не получил какой-то эффект. Но зато эти люди, которые тяжело воспринимали, они это все через себя пронесли, они перекрутили все внутри себя, они становятся потом более ярыми сторонниками всего этого, чем просто, который сразу человек согласился с этим делом. То есть потом они сами начинают распространять все это дальше по предприятию. Причем человек согласился, может быть, даже не потому, что он этой идеей придерживается, а просто чтобы они отстали просто. Отстали, да. Вообще одна из задач, да, ну или необходимых условий успешного внедрения, это воспитание лидеров с одной стороны, потому что всегда в коллективе есть неравнодушные люди, люди с какими-то амбициями. Ну и второе, выстраивание взаимоотношений в коллективе стимуляции так, чтобы эти лидеры могли вытянуть за собой весь остальной коллектив. И тоже один из основополагающих принципов, это так называемое непрерывное улучшение, в которое должен быть вовлечен весь коллектив. То есть так, как это раньше у нас называлось, там рационализаторскими предложениями, за что платили деньги. В общем, в какой-то там переработаем, более современной форме, это тот же принцип, но буквально это работает все тогда, когда коллектив увлечен. Поэтому здесь очень серьезная составляющая работы с персоналом, выстраивание работы с персоналом. Да, ну и вот здесь вот по полезным предложениям тоже такая система. Вот на многих предприятиях внедряют вот этот кайдзен, да, непрерывное улучшение, и платят за эти предложения там по 100, по 200 рублей, по 500, да. Но на самом деле мы когда разговариваем с рабочим, он говорит, мне по сути деньги-то, говорит, не нужны. Мне самое главное улучшите мое рабочее место. Если начальник пойдет ему навстречу и улучшит, он еще подаст, увидит, что есть обратная связь, что есть хорошее отношение к нему, и будет непрерывный процесс. Они даже сами говорят, ну это как бы нелепо платить мне за то, что я порядок у себя навел или какую-то там оснастку себе хорошую сделал. То есть это, в принципе, и так и должно быть. И так прописано изначально там в стандартах, в руководящих документах предприятия. А это инициатива руководства, да, вот таким образом простимулировать, видимо, по 100 рублей давать? Да, то есть это именно простимулировать непрерывные улучшения. То есть различные подходы есть. Ну как простимулировать, чтобы хоть какой-то поток изначально пошел? Надо... Давайте денег дадим. Ну да. А, кстати, я подумал, что это может быть с другой стороны, да, что, ну какой-то нерадивый, наверное, да, подопечный, нерадивный подчиненный, он, ну, делает видимость этих самых улучшений для того, чтобы эти деньги, да, это по 100, по 200, по 500 рублей. Или такой возможности нет? Не, ну здесь, конечно, контроль должен быть. Знаете, вот очень хорошо действует не только вот эта система непрерывных улучшений, а именно, чтобы был соревновательный эффект, то есть это проводить конкурсы проектов, да, то есть не постоянно, чтобы это было, а вот, предположим, в течение раз в квартал или раз в год. Делают проект, люди соревнуются, в конце выплачивается там какая-то... Вознаграждение. Вознаграждение суммы, либо путевка там в Египет, да, то есть вот различные варианты. И тут за это время, то есть пока они соревнуются, гораздо больше предложений, получается, и люди мотивируются, то есть у них какая-то конкуренция внутри уже зарождается. То есть благодаря этому тоже можно людей мотивировать. То есть как и формировать из них некие проектные группы, проектные команды, как вот сейчас говорили, да, так и вот обеспечивать конкурентную среду. Вообще работа с персоналом, Александр, да, вот в этом смысле становится такой стратегической, я бы сказал, необходимостью. Ну это да, безусловно, стратегическая необходимость. Причем я хотел бы заметить, вот сейчас фактически возрождается то, что некогда было работало, но было... В советской власти, наверное, да, все-таки еще. Да, смутные годы, потому что я там силу возраста поработал при советской власти. И вот этот дух соревновательности и стимулирования не только материально, а, ну, человек всегда ведь воспринимает себя относительно окружающей среды. Для него не всегда так важно там... Илье, наверное, будет интересно, мы вспоминаем с вами. Тогда не было путевки в Египет, ну, может быть, в дом отдыха какой-то, тогда даже, может быть, и премию не всегда давали. А дали тебе грамоту. Победитель соцсоревнований. Победитель соцсоревнований. У меня вся... У папы, я помню, вся семена была в этих грамотах. Но для него это была, тем не менее, победа. Он не претендовал ни на что большее. Он вот выглядел в своих глазах и в глазах своих, да, этих самых... Соратников, в глазах окружения. Ну, более того, люди реагировали. И когда, например, кому-то рядом давали грамоту, а ему не давали, то они пытались выяснить, в чем здесь причина. Здесь-то все то же самое осталось. Если каждому по путевке дать, так денег не отберешься, да? Тогда это самое... Не очень эффективно будет, да, все это бережливое производство? Нет, конечно, здесь то же самое осталось. И почетные грамоты. То есть мы плотно работаем с правительством Москвы, союзом машиностроителей. Их тоже к этому привлекаем. То есть у нас люди, кто активно участвует, ну, в этой деятельности, в инновационной, да, в сфере преобразований, они ездят у нас на различные форумы, мероприятия, которые от этих вот, от Союза машиностроителей, да, они получают тоже самое почетные грамоты, значки. Но они едут на форуме тоже в качестве некой награды, да, никого поощрения? Могут поехать в качестве награды, да. Также печатают и в газете, показывают на телевидении, да, то есть могут вручить орден. То есть он материальной прибыли никого не приносит, но... Но мотивирует. Мотивирует еще как, да. То есть остались все-таки в хорошем смысле, да? Да, даже людей мотивирует то, что просто у человека взяли интервью. То есть приходят, у нас есть пресс-службы внутренние, и вот у одного взяли интервью, у другого не взяли. Почему это у тебя не взяли? Я буду, говорит, лучше работать, чтобы в следующий раз у меня взяли. Конечно. И не по телефону, а лично пришли. Совершенно верно. А опять в ностальгические воспоминания мы, да, с Александром, а тогда был какой-нибудь, да, внутренний там рабочий листок, да, что-нибудь какая-нибудь... Ну, доска почета. Доска почета. Кстати, аналог я видел там на... Александр, извините, еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его часть, к сожалению, у нас всего лишь осталась. Я напомню, мы сегодня говорим на тему бережливого производства, как инструмента повышения эффективности предприятий. Студии бизнес-класса Илья Гаранкин, начальник отдела развития производственной системы завода «Салют» и Александр Маслов, директор департамента поддержки предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты. Удались мы тут в воспоминаниях ностальнические. Но, тем не менее, да, не все плохо-то было, вот, в очередной раз хочется это произнести, а было много хорошего, что не мешало бы, да, и сейчас на новую почву, так сказать, вновь внедрить. Мы сталкиваемся с типичной, к сожалению, для нашей страны ситуацией, что радио изобрел Попов, но везде называют Маркони и так далее. И здесь мы тоже вытеряли. Но будем смотреть в будущее, это наша главная задача. Немножко тогда расскажу уже про четвертый этап. Четвертый этап – это международная конференция бережливого производства в Москве, куда соберутся большинство заинтересованных представителей предприятий, руководства предприятий, специалисты. Могу сказать, что практически уже сейчас аншлаг, и у нас будут проблемы с местами. Мы взяли зал 320 человек, и уже понимаем, что всех… Это вы поскромничали, да? Да, всех, к сожалению, не вместит. Но это уже хороший показатель, что есть некий сдвиг. Причем хотелось бы отметить еще одну особенность этой работы. Просто мы работаем по другим направлениям повышения эффективности, конкурентоспособности предприятий. Это, в частности, целый проект по работе в условиях вступления в ВТО. Это и консультирование, это и обучение, это выработка рекомендаций. И сейчас мы разворачиваем большой проект по энергосбережению, энергоэффективности. Так вот этот проект по бережливому производству, он тесно связан с этими двумя. Потому что побочным явлением внедрения принципов бережливого производства является и ресурс избережения в широком смысле этого слова. Ну и в том числе, конечно, повышение конкурентоспособности, и повышение шансов выживания в условиях работы при вступлении в ВТО. Вот мы приглашаем, тем не менее, хоть и мест мало, но будем искать возможности заинтересованных... Ну, приставные стульчики. Да, слушателей, да, для участия в этой конференции. Сейчас идет стадия разработки программы. Я надеюсь, что она будет существенной. Напомню, когда конференция? 19-го? 19-го ноября она в Центре международной торговли пройдет. Обращайтесь, пожалуйста, в Московскую торгово-промышленную палату. На сайте легко найти Департамент поддержки предпринимательства. Вот. И сейчас такой этап, почему я еще приглашаю, как бы, к контактам и к участию. Сейчас идет этап разработки программы на следующий год. Мы искренне надеемся, что это будет гораздо более мощная программа, потому что считаем это самым быстрым и самым эффективным инструментом повышения эффективности предприятий. И от того, кто войдет в эту программу, программа фактически, там, государственной поддержки всего, это зависит, естественно, активность предприятий, активность их руководителей, в том числе и во взаимоотношениях с нами. Это очевидно. Да, это очевидно. Поэтому я всех призываю, мы открыты, мы искренне хотим делать свое дело, и чтобы оно было полезным. Вот. Это вообще у нас новая палата. Я сам туда пришел в начале этого года. У нас все руководство новое. Вице-президент, который курирует бизнес-процессы, Сергей Шмаков, он долгое время руководил крупным машиностроительным заводом и сам у себя внедрял это бережливое производство. Фанат этого дела. Серьезно. Да, поэтому, поверьте, мы все ребята искренни. Ну и потом, да, вот этот момент, о котором вы уже говорили, да, вы все-таки занимались бизнесом, реально занимались, трогали все руками, как вот Илья совершенно правильно сказал. И, естественно, отношение другое. Ну, совершенно верно. Он пришел с производства, я тоже пришел из бизнеса. И вот как бы здесь, в этой общественной организации работаю меньше года. Поэтому мы смотрим на это не как чиновники или не как такие матерые общественники. Вот. Мы смотрим на это как люди там, ну, в том числе, когда ты имеешь собственный бизнес, ты все это представляешь и относишься к этому делу более ответственно. Конечно, конечно. Все правильно. Абсолютно. Илья, смотри, ну, мы говорили действительно о бережливом производстве, как необходимости повышения эффективности, да, предприятия, бизнеса. Вот. Но, тем не менее, мы живем, да, в конкретном государстве, в конкретном городе даже, я бы даже сказал. И, наверняка, все бизнес-процессы, они должны быть взаимосвязаны с, ну, должна быть социальная ответственность некая, другими словами, сейчас очень. На твой взгляд, вот, насколько бережливое производство встраивается в эту стратегию социальной ответственности, ну, другими словами, что, какая польза может быть для города, на твой взгляд, для москвичей, для тех, кто, собственно, рядом, рядом с этим бизнесом? Ну, если рассматривать бережливое производство с точки зрения города, просто чище станет на улицах, если посмотреть. Как минимум, да. Да, основной принцип, первый этап бережливого производства, это как раз наведение порядка, чистоты, то есть, и все. То есть, да, Александр, некие экологические, наверное, да, из момента выходят? Да, ну, это, или я затронул такой внешний аспект, скажем так. Ну, внешний, не внешний, но, тем не менее, да, если чистый город, совершенно верно, значит, это, как минимум, да, хорошее настроение и здоровье, а здоровье тоже потребуется. Ну, а коренной эффект, это повышение эффективности, а это все, это рабочие места, это зарплата, это налоги, то, от чего зависит вся жизнь в городе. И хотелось бы еще добавить, что вот эти все принципы, которые там зародились несколько десятилетий назад, они не стоят на месте. И сейчас в развитии всей этой системы идут уже, как бы, следующий этап, это внедрение, ну, развитие бизнес-процесса в бизнес-систем. Причем в это понятие включается не только производство, не только выпуск какой-то продукции, а в целом цель всего бизнес-процесса имеется в виду и социальное, то есть существование в неком социуме, даже, я бы сказал, эко-социуме, что весь этот процесс должен быть направлен на улучшение условий жизни людей, соответственно, и через их работу, их вовлечение во все, в том числе и в осуществлении стратегических целей предприятия, где они работают. Александр, это, безусловно, я вдруг, знаете, о чем подумал, а если конкретно, допустим, да, представить, как биржевое производство соприкасается с одним из главным бичом большого мегаполиса, это с пробками, вот какие могут быть здесь, да, пути реализации решения этой глобальной проблемы? Ну, во-первых, я надеюсь, что если мы будем внедрять в нашем строительном комплексе, причем это достаточно, мы затронули здесь больше, ну, в связи, там, со специализацией некой машиностроительной, там, сегодняшнего этапа, этих принципов, там, в этой отрасли, они вообще могут быть внедрены, где, вот, я, там, не знаю, у нас очень большой спрос, вот, в частности, на участие в конференции со стороны банковских кругов. Они прекрасно это понимают, и вот один очень крупный банк сделал заявку на 12 человек, но мы ее, к сожалению, в полной мере не смогли удовлетворить. Да, да, только нет свободных мест у нас, только нет. Вот, это касается и общественной работы, и сервиса, и в том числе строительства, естественно, и, как бы, если там будет это все внедряться активно, я надеюсь, что у нас по меньшей стоимости, потому что это при чевоязыцах стоимость московских дорог, и более высокими темпами будут осуществляться те, безусловно, там, масштабные и правильные проекты, которые сейчас заложены, вот, в городе. А, кроме того, есть такой тоже принцип вытягивания, выстраивания производственного процесса, один из принципов бережливого производства. Вот, если система управления нашим, там, светофорами, дорожным движением будет несколько модифицирована в соответствии с этим принципом, я думаю, тоже будет польза. Польза очевидная, да. Ну, то есть мы опять говорим, да, что, с одной стороны, ну, для рядового слушателя бережливое производство это некая, пока еще абстрактная достаточно, да, величина, но в конечном итоге она в конкретные вещи может упираться. Ну, я с этого начал, что это вообще некая, там, философия в каком-то смысле. Вот, поэтому, причем, достаточно универсальная, конечно, не всеохватывающая, но гораздо шире, чем то, как ее обычно на таком уровне, на бытовом представляют. Ну, и немножко у нас времени осталось. Если можно, Илья, еще раз, несколько раз звучала у нас в эфире фраза «инструменты бережливого производства». Вот хотя бы основные какие-то, еще раз напомню для наших слушателей, что это может быть в качестве инструментария бережливого производства. Ну, основной инструментарий, с которого начинается бережливое производство, это как вот наведение порядка, такая система есть 5С, да, она, каждая соответствует... Если можно, еще раз напомню, что это за С? С. Первое, это у нас сортировать, потом соблюдать порядок, содержать рабочее место в чистоте, стандартизовать, стандартизировать и совершенствовать порядок. То есть это непрерывный такой цикл. То есть навел порядок, поработал немножко, и так вот опять... Навел порядок и забыл. Нет, не забыл порядок, как раз если забыл, то никакого эффекта не будет. Совершенно верно, заново надо будет. То есть надо совершенствовать, совершенствовать и дальше. Дальше, какие у нас элементы есть? Это, предположим, для производства быстрая переналадка, да, оборудование. То есть чтобы детали не лежали долго возле станков, не прожидали. То есть быстро переналадился на новую партию, потому что сейчас у нас в производстве все многономенклатурное, потому что клиентам необходимо товар с одними качествами, с другими свойствами. И необходимо выпускать разную продукцию, то есть конкурировать. И поэтому здесь элементы быстрой переналадки. То же самое это как раз инструменты вытягивания. Как раз Toyota с чего пошла, святить с маленьким спросом на свою продукцию. Необходимо было как-то конкурировать не за счет того, что снижается зона из-за большого объема продукции, а за счет внутренней гибкости. И вот эти процессы вытягивания, то есть делать только то, что необходимо клиенту. Вот, это вот еще один инструмент. Ну и там много разных инструментов, которые по-японски звучат не очень красиво на русский язык и тоже пугают. Есть один инструмент, с которым у нас точно будут проблемы, это так называемый точно в срок. Just in time. Который сильно зависит от поставщиков. Не от ментальности, я хотел сразу, не от ментальности российского сознания, а от поставщиков. Конечно. Спасибо огромное, спасибо, уважаемые гости. Осталось у нас полчасика, будем заканчивать. Итак, я напомню, сегодня в студии бизнес-класса Илья Гаранкин, начальник отдела развития производственной системы завода «Салют» и Александр Маслов, директор департамента поддержки предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты. Вы говорили сегодня на тему бережливого производства как инструмента повышения эффективности предприятий. Напоминаю, 19 ноября будут озвучены конференции, поэтому все, кто заинтересовался, милости просим. Спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.